Пять километров каждый день. Отжимания, подтягивания. Я на велосипеде, он в Белидию. По итогам сборов предсезонных. Тренинг сказал, что сборы он прошел, но нужно его еще посмотреть на льду. Решения не было. Хорошо. Давай на лед. 28 августа. 28 августа, через два дня школа, нам сказали, что Илья в команде. Мы живем в Питере, не здесь. Илья хотел стать знаменитым икеистом. Это его была мечта. Отдавая ребенка в спортивную школу, нужно, чтобы он шел с мыслью, побеждать себя на этой тренировке. Только себя, развиваться и идти вперед. Люди, вот, если, как говорится, нужно начать с себя. Ребенок это проекция. Родители, что конкретно хоккей. Нужно ребенка отдавая в хоккей. Не думать о его звездности, чтобы он стал звездой. Получается, что мы его отдали в хоккей. Хоккей это жизнь, это все. Это если ты пошел в хоккей, это все. Это с утра до вечера хоккей. Это дома один хоккей, по телевизору один хоккей. Заметки интернета один хоккей. У нас получается, что хоккей воспитывает ребенка. И на этом фоне родители забывают сказать что-то. Да воспитать, так сказать, сына своего. Полагаемся на тренера, на режим хоккейный. Ну что, у него уже режим, он спит, он не гуляет, он не курит, он там не наркоманит. Он у нас хоккеист, а все нормально. Это не нормально. Человек должен быть порядочный, честный. Вот то, что я называл, вот такой должен быть человек. Тем более ребенок. Двое воспитываешь, ты его пока еще ведешь в жизни. Давайте начнем меняться. Меняться с каждой квартиры, с каждого дома, с каждой мамы, с каждого папы, с каждого ребенка. Это трагедия, это невосполнимая утрата. У нас один ребенок. Мы положили все на это.